Компания Google подала заявление о банкротстве. Подробности сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера получил письмо в почтовом ящике, обнаружил от компании Google. Вот оно. И здесь заявление о признании должника банкротом. Настоящему Google должник обращается с заявлением о собственном банкротстве в порядке статьи 8 Федерального закона о несостоятельности банкротства, закон о банкротстве, и просит признать данное заявление обоснованными, ввести в отношении должника процедуру наблюдения. В соответствии с статьей 8 Закона о банкротстве, должник инициирует собственное банкротство в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно, свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий, оплате труда и тра-та-та-та-та-та. И, значит, здесь дальше он описывает свои финансовые положения, значит, размер задолженности по обязательным платежам есть, и имущество должника. Ну, дебюторская задолженность 320 миллионов рублей, иные активы 3 миллиарда 130 миллионов 20 тысяч 125 рублей 19 копеек. Ну, это по бухгалтерии. Вот. Таким образом, на момент подачи настоящего заявления о банкротстве общая стоимость активов должника составляет 3 миллиарда 450 тысяч 687,519,02 рублей. Что дальше? Дальше они перечисляют свои счета, и вот, ну, говорят, что там в настоящий момент должник лишён возможности распоряжаться денежными средствами и предвидеть невозможность удовлетворения требований кредитора в связи со следующими обстоятельствами. Судебный пристав 22.03.2022 года. Судебный пристав вынес постановление о перечислении всех текущих и будущих денежных средств должника, находящихся в банке или иной кредитной организации, исключительно насчёт отделения судебных приставов. Законность постановления подтверждена решением арбитражного суда города Москвы. По состоянию на дату подачи настоящего заявления во исполнении постановления измущественной массы должника было изъято и переведено на депозитный счёт судебных приставов 9 миллиардов 183 тысячи 183 миллиона 184 тысячи 156,5 рублей. Насколько известно должнику, данную сумму, равно как и все остальные средства, поступающие на счёт должника, судебные приставы используют для удовлетворения денежных требований к должнику и для погашения штрафов. Помимо денежных средств, изъятых судебными приставами, приняты обеспечительные меры, тра-та-та. Вот дальше интересно. Блокирующая неустойка. Должник также предвидит невозможность удовлетворения требований кредиторов из-за экстраординарной судебной неустойки, которая подлежит бесконечному, подчёркнуто, начислению в геометрической прогрессии, поскольку должник не имеет возможности исполнить соответствующее судебное решение. Так, судом удовлетворены исковые требования НАО «Царьград-Медиа», «Царьград», в том числе к должнику, о признании недействительным отказа от договора счёта на предоставление сервиса Google Ad Manager Small Business и восстановлении доступа «Царьград» к аккаунту царьград.tv.gmail.com. Суд признал недействительным указанный отказ от договора счёта и обязал ответчиков восстановить доступ «Царьград» к указанному аккаунту. В обеспечении там установлена судебная неустойка, начисляемая до тех пор, пока судебные приставы и «Царьград» не посчитают судебное решение исполненным. Примерно в начале января 2023 года общая сумма судебной неустойки составит примерно 25 миллиардов рублей, а к концу января около 185 миллиардов рублей. Ориентировочно, в начале апреля 2023 года сумма неустойки превысит 185 триллионов рублей. Вот такие у нас законы. Не комментируя требования «Царьград», против обоснованности которых должники и другие ответчики возражают, должник не имеет технической возможности разблокировать аккаунт «Царьград». Это может сделать, и более того, уже сделал, только другой ответчик Google LLC. Это значит иностранная компания. Более того, поскольку должник никаким образом не контролирует деятельность других ответчиков, юридическая возможность разблокировать аккаунт у должника также отсутствует. Несмотря на это, должник предпринял действие. Ну, собственно говоря, дальше идет о том, кого они предлагают в судебные, в арбитражные управляющие по счету и так далее, и так далее. Ну, что я могу сказать? Ну, наверное, патриоты будут счастливы, потому что вот мы тут всем сейчас покажем. «Царьград», значит, «наше все» и так далее. Те, кто смотрят «Царьград» и так далее. Ну, я считаю, что это, ну, во-первых, произвол, во-вторых, значит, ну, просто как бы, ну, произвол на самом деле. Говорит о том, что, ну, в России просто крайне низкая, не то что дисциплина, судебная, как бы, правовая система, она абсолютно произвольная, на самом деле. Ну, я так считаю, по крайней мере. Не знаю, как вы считаете. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, в заключение могу сказать, что почему мне это письмо пришло. Ну, потому что я видеоблогер, потому что у меня есть аккаунт на Ютубе, вы знаете канал на Ютубе, на котором, собственно говоря, вы меня и смотрите. И, ну, у меня там, естественно, есть тоже, ну, монетизация соответствующая. И от этой монетизации я получаю денежки. Ну, так сказать, теперь я уже давно не получаю этой монетизации с момента, ну, отказа от монетизации компании Google. И эта монетизация идет только, если вы смотрите меня, через вот тот самый VPN, которым я постоянно вам рекомендую. То есть, с VPN все нормально. И компания Google основная, которая зарегистрирована, насколько я знаю, в Ирландии, она как раз работает в полном объеме. Ну, это уже другая история. А в России продолжается вот такой передел собственности. Радостный, веселый, с гиканьем. Чем это закончится, будем наблюдать. Ну, а на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.